МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 29 сентября. В студии работает Андрей Тен. Итак, о главных событиях. Компания Арселор Миттл Тимиртау виновна в гибели трех шахтеров на шахте Казахстанская. К такому заключению пришла специальная комиссия, которая расследовала трагедию. Стопроцентным виновником является акционер-душист Арселор Миттл Тимиртау. Благотворительные обеды, продуктовые наборы в подарок, а также другие знаки внимания. В Караганде проходят мероприятия, посвященные предстоящему Дню пожилых людей. Уже с 1 января следующего года пенсионные выплаты из единого пенсионного фонда будут осуществляться только ежемесячно. Данная норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы. Компания Арселор Миттл Тимиртау виновна в гибели трех шахтеров на шахте Казахстанская. К такому заключению пришла специальная комиссия, которая расследовала трагедию. 28 сентября были оглашены результаты ее работы. Вина работодателя гибели трех человек стопроцентная. Это указано в акте специального расследования. Почти месяц две экспертных комиссии расследовали причины гибели рабочих шахты Казахстанская. Были привлечены два эксперта из Московского и Санкт-Петербургского горных институтов. Проведен опрос 29 работников шахты. Члены комиссии также заявили, что случившееся является природным фактором. Да, мы считаем, что одной из причин явилось то, что в процессе производства работ компания не в достаточной мере, так скажем, использовала все существующие научные разработки, методы для того, чтобы обезопасить поведение горных работ на предприятии. Комиссия также вынесла рекомендации из 23 пунктов. Большинство рекомендаций адресовано компанией Арселор Миттл Тимиртау. Часть – уполномоченному органу по промышленной безопасности. Ну, самое важное, можно, да, конечно, назвать первое, то, что мы останавливаем, запрещаем работу аварийного забоя вентиляционной сбойке 332-D6, запад номер один. Работа в этом забое остановлена. Рекомендовано провести зачистку, привести забой в безопасное состояние и после этого провести необходимую разведку, детальную разведку. Выводы комиссии передадут в следственное управление областного ДВД для приобщения к материалам уголовного дела, которые расследуются по факту смерти троих горняков. Напомним, что трагедия на шахте Казахстанской угольного департамента Арселор Миттл Тимиртау произошла 31 августа. В результате внезапного выброса Миттана погибли три проходчика – Рустам Ахмеджанов, Валерий Руденко и Максим Шибанов. Шесть сыра детей остались без отцов. 1 октября традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Благотворительный обед для ветеранов войны, труда одиноких пенсионеров организовал отдел занятости и социальных программ района имени Казыбекби. Виновникам торжества также вручили подарки. Около 30 пожилых жителей Казыбекбийского района Караганды собрались в городском ресторане по приглашению районного Сабеса. Это ветераны войны, труда, одинокие пенсионеры. Поводом стал предстоящий день пожилых людей, который традиционно отмечается во всем мире 1 октября. Среди гостей ветеран труда, долгие годы отдавший строительству. Он выразил благодарность организаторам, отметив, что самое ценное для него – это внимание и забота. Конечно, очень приятно, это волнительно, что о нас не забывает государство. И насчет пенсии, конечно, хотелось бы, чтобы ее подняли немножко и более будет обеспечено. Пожилых людей поздравили школьники. Для них они танцевали, исполняли песни. По словам организаторов, без внимания не останется ни один подопечный. Пенсионеров, которые не смогли прийти на праздник, посетят дома. Мы не ограничиваемся только этим благотворительным обедом. Мы планируем посетить наших подопечных на дому, подарим каждому продуктовые наборы. В этом нам хорошо помогают владельцы магазинов, супермаркетов, а также все те, кому не безразличны пожилые люди. Еще в 1990 году Организация Объединенных Наций озаботилась печальной статистикой. На планете более миллиарда людей перешагнули черту пожилого возраста. Понимая актуальность старения общества и демографической ситуации, был учрежден особый день, посвященный пожилым людям. Казахстан присоединился к празднованию в 1992 году. За четверть века Международный день пожилых людей приобрел свои традиции. И главное, достиг своей цели – изменил предвзятое отношение в обществе к людям преклонного возраста. Мирамгуль Салкимбаева, Жасон Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственном университете имени Букетова обсудили переход казахского языка на латинскую графику. В своих выступлениях лекторы отметили, что реформа казахского языка обусловлена историческими предпосылками. Ее главной целью является повышение глобальной конкурентоспособности Казахстана. Переход на латинскую графику позволит не только модернизировать казахский язык, но и раскрыть все его бесценное богатство, накопленное веками. Язык является не только инструментом коммуникации, но и мощным средством духовного возрождения и укрепления национальной идентичности. Участники обсуждения считают, что переход на латинскую графику – продолжительный процесс. Однако насчет предложенного алфавита мнения разделились – не все ученые согласны с деграфами. Последний из предложенных в парламенте алфавит, по моему мнению, не очень удобен, потому что один звук пишется двумя буквами. Я считаю, что это неудобно и некрасиво. Конечно, это удобно для компьютерной клавиатуры. Наверное, поэтому решили предложить именно этот алфавит. А вообще я за то, чтобы казахскую письменность перевести на латинскую графику. Это дает много преимуществ для казахского языка. Но нельзя торопиться, нужно тщательно все отработать. Предстоит начать подготовку кадров для преподавания языка на новом алфавите и разработку учебников. Большая работа предстоит в направлении ускоренной модернизации и вхождения в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Это требует усилий каждого специалиста в любой области знаний. Все это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком. А также позволит Казахстану успешно интегрироваться в мировое информационное сообщество. Отметили преподаватели и студенты университета. Андрей Тент, Ольген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» поздравляет всех учителей с профессиональным праздником. Только с 25 сентября по 8 октября наши уникальные акции. Сок «Пико» 2 литра 489 тенге. Шоколад «Макс Фан» в ассортименте 160 грамм 399 тенге. Масло «Подсолнечное лето» 2 литра 669 тенге. Гель для душа «Джонсонс» 250 миллилитров 289 тенге. «Скиф» просто сравни цены. В Республиканскую коллегию адвокатов поступила концепция проекта закона Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи. Законопроект оказался сложным и вызвал серьезные дебаты. Впервые закон дает основу обязательного членства профессиональных юристов в оказании юридических услуг. Обсуждения продолжаются на разных уровнях. Главные оппоненты проекта – коллегия адвокатов, но это не касается внедрения бесплатной юридической помощи социально уязвимым слоям населения. Для этого предлагается наделить адвокатов правом оказания бесплатной юридической помощи определенное количество часов в год. Но коллегия адвокатов полагает, что под предлогом решения давно назревшей проблемы регулирования рынка юридических услуг в представленных законопроектах фактически усиливается государственный контроль над адвокатурой, ограничиваются права и существенно сокращаются гарантии деятельности каждого адвоката. Как раз в этой концепции подчеркивается необходимость совершенствования механизма реализации гражданами конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. Вопросы глобальные. Адвокатура не хочет делить свое место в оказании юридических услуг. Одним из новелл данного законопроекта является расширение института юридических услуг на принципах РОБОНа. То есть оказание бесплатной юридической помощи отдельным слоям населения. Кроме того, данным законопроектом предусмотрено развитие института адвокатуры. Предусматривается создание саморегулируемых организаций в виде палат юридических консультантов для членства обязательно для физических лиц, оказывающих юридическую помощь в виде представительства в суде. А юристы, оказывающие правовое консультирование, будут обладать правом вступления в палаты юридических консультантов добровольно. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Эпидемиологическую ситуацию по внутрибольничным инфекциям обсудили в областном управлении здравоохранения на специальной конференции. В мероприятие принял участие ведущий специалист Московского института эпидемиологии и микробиологии. Российский гость поделился передовым опытом в работе над инфекционной безопасностью в эндоскопии. Сегодня проблема инфекционной безопасности в лечебных учреждениях стоит чрезвычайно остро. В медицинскую практику внедряется новейшее эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Оно позволяет успешно проводить сложные хирургические операции. Но и стерилизовать такое оборудование становится все сложнее. Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии на протяжении 10 лет занимается проблемой инфекционной безопасности в эндоскопии. Своими наработками специалисты института с лёгкостью делятся с коллегами из разных стран. Вы знаете, безусловно, если персонал будет неправильно обрабатывать эндоскопы, а я вам говорила, что это невероятно сложный процесс, то передача возбудителей опасных заболеваний от одного пациента к другому не исключается. И естественно, что это риски, которые мы должны минимизировать, безусловно. А минимизировать мы можем исключительно только повышая компетентность персонала. Значит, обучение, обучение, ещё раз обучение. Самые разные формы обучения. Татьяна Гринкова отметила, что в Казахстане проблеме внутрибольничных инфекций уделяется особое внимание. Специалисты Московского института – частые гости в разных регионах нашей республики. Стоит отметить, что за последние три года в лечебные учреждения Карагандинской области закуплено современного медицинского оборудования на сумму более трёх миллиардов тенге. Большая доля приходится на эндоскопическое оборудование. В связи с этим возникла необходимость в обучении персонала методом обслуживания новых устройств. Вторым важным вопросом после инсталляции этого оборудования являются правильные методы дезинфекции и эксплуатации как эндоскопического, так и электрохирургического оборудования. В связи с этим мы совместно с акционерным обществом Казмитех Министерства здравоохранения Республики Казахстан Первый в Республике проводим семинар по основам эксплуатации и инфекционной, и электрохирургической безопасности эндоскопического оборудования. На конференции были освещены вопросы текущей эпидемиологической ситуации по внутрибольничным инфекциям, обсуждены вопросы организации и проведения комплекса профилактических мероприятий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Уже с 1 января следующего года пенсионные выплаты из единого пенсионного фонда будут осуществляться только ежемесячно. Данная норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы. Вкладчикам Карагандинской области была представлена новая система выплат. На презентации участникам рассказали о новой услуге, которая поможет сегодняшним и будущим пенсионерам эффективно распоряжаться своими вкладами. Впервые о данной услуге узнала Татьяна Зюбина. Да, в принципе, такая система действительно очень удобная, потому что на самом деле идет какое-то варьирование. То есть, если ты получил эти деньги сразу, ты их, соответственно, куда-то внес, потратил, и все, и они исчезли. Сейчас действительно закон как-то немножко человеком подумал, наверное, о нем. В плане, что действительно лучше получать его раз в год или раз в месяц. А не раз в месяц, почему? Да, это очень удобно. Основной целью мероприятия стало знакомство вкладчиков с новыми услугами ЕНПФ. А именно, как производится расчет ежегодной суммы пенсионных выплат, кто имеет на них право о выплате пенсионных накоплений в связи с ПМЖ и многим другим. Пенсионные накопления по графику выплачивались ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. То с 1 января 2018 года вносится изменение. Данные выплаты будут производиться ежемесячно. Касательно перевода пенсионных накоплений в страховую организацию, но данный вид выплаты и раньше мы осуществляли. Там есть определенные условия, при которых переводится в страховую организацию пенсионные накопления вкладчиков. Там основное условие является при достаточности пенсионных накоплений. Единый национальный пенсионный фонд проводит дни открытых дверей на постоянной основе. По словам участников, презентация получилась не только интересной, но и полезной. Ведь в этот день каждый желающий мог получить не только стандартный пакет услуг фонда, но и узнать много нового о пенсионной системе. Айсад Шайхина, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские журналисты отправились по святым местам. Управление внутренней политики совместно с Управлением культуры Карагандинской области организовало специальный медиатур, в котором приняла участие и наша съемочная группа. Историки заявляют, что Жизказганский район богат на священные места. Одно из таких – захоронение казахских ханов в Улытау. Первая остановка карагандинских журналистов у комплекса древних памятников Теректе. Более двух тысяч петроглифов изображено на этих скалах. Светилище, расположенное в 90 километрах от Жизказгана, является старейшим памятником изобразительного искусства. Академик Алькей Марглан дал краткое описание этого памятника еще в 40-х годах прошлого века. В дополнение к петроглифам можно наблюдать места священных молитвенных мест и следы древних цивилизаций. Здесь можно увидеть памятники каменного века, неолита, эпохи поздней бронзы. Это единственное место в Казахстане, в котором имеются следы древних времен. Здесь часто встречаются камни с надписями. Если европейцы и американцы часто хвастаются тем, что обнаружили единичные надписи, то здесь их более двух тысяч. 90% всех надписей похоже на лошадь. Можно также заметить, что уже древние времена казахи использовали лошадей. Затем мы отправились в мавзолей сына знаменитого Чингисхана Джошихана. В истории Орды о сыне Чингисхана ходило много легенд. Но Джошихан на самом деле был исторической личностью. Именно он создал предпосылки к рождению казахского ханства. Мавзолей Джошихана находится в 40 километрах от Жизказгана. Вы знаете, Джошихан родился от первой жены Чингисхана. Он был воином, главнокомандующим войска. Этот мавзолей часто упоминается в рукописях Абдуллы хана. Маленький городок рядом с ним называется Сарай-Олег. Это был торговый центр. Мавзолей несколько раз восстанавливался. В истории говорится о том, что это здание построил его сын Батый. В севернее мавзолея Джошихана находится комплекс памятников Дамбаул. По словам ученых, этот комплекс является одним из старейших зданий в Центральном Казахстане. По историческим данным, эти здания были возведены в эпоху гуннов. Согласно легенде, этот мавзолей был построен в честь великого композитора и воина Дамбаула. Мы сейчас стоим рядом с памятным комплексом Дамбаул. Знаменитый фламандский путешественник Урбрук в своих работах пишет о том, что эти мавзолеи были построены для совершения религиозных обрядов. По легенде, Дамбаул был композитором и батыром. Когда умер Джошихан, Дамбаул посредством музыкального произведения рассказал об этом Чингисхану. При исследованиях в комплексе не нашли человеческих останков. В связи с этим, это, возможно, было религиозное сооружение. Следующей нашей остановкой стал мавзолей Алашахан, возведенный в XII-XIII веках. Уникальный архитектурный мазар, построенный руками народных мастеров, расположен в правой долине реки Карагенгер в Улутавском районе. Историки считают, что слово «казах» и «алаш» может быть получен от имени Алашахана. Сегодня проходит пресс-тур для журналистов, организованный Управлением внутренней политики Караганинской области. Я считаю, что такие поездки помогают пропагандировать культурное наследие казахской степи. Сейчас стоим рядом с мавзолеем Алашахана. Есть много легенд про Алашахана, но точно мы не можем сказать, был ли это реальный человек. Но это место определенно имеет большое значение в истории казахов. В последний день визита мы посетили Булантийские степи и Священную гору, на которой жили семь святых. Стоит отметить, что визиты в сакральные места Сарарки придали нам и нашим коллегам особый импульс и творческий прорыв. Подробный отчет об этой поездке можно будет узнать в еженедельных специальных репортажах. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. С нашими новостями также можно познакомиться на нашем сайте. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин